Фотовыставку «Брест» на перекрестке культур хочется рассматривать долго, изучая каждую деталь, угадывая улицу, двор или здание, которое запечатлено на снимке. Для жителей города этот проект особенный. Многие места в Бресте, будь то школа, больница или банк, вызывают воспоминания. У одних о первом свидании и о первом признании в любви, у других о беззаботном детстве и яркой юности. Однако, кроме этого, фотоотчет дает еще и возможность узнать об истории этих самых зданий, а для тех, кто не успел их увидеть, познакомиться. Хотя бы на фотографиях. Так как я интересуюсь историей, мне своей выставкой хочется эту историю оставить. Я понимаю, что трудно сохранить здание. Может, здание там уже невозможно восстановить. Может, там здание в аварийном состоянии. Но хотелось бы его как-то сохранить. У меня нет такой возможности. Поэтому я могу сделать только то, что оставить его на фотографии для будущих поколений брещан. Они этого не увидят точно. Время, когда Брест находился в составе Польши, знаковое для города. Именно тогда был заложен новый административный центр со зданиями воеводского управления, окружной палаты контроля, национального банка. Были построены больницы, офицерский отель, торговый колледж, квартал в стиле город-сад для государственных служащих и другие объекты. Все здания выполнены в модных в 20-30-е годы в стилях неоклассицизма, конструктивизма и функционализма. На снимках также можно увидеть жилые дома усадебного типа с мотивами готики, барокко и ренессанса. Яркий пример – колония имени Нарутовича. Однако, кроме зданий с богатой историей, Олег Малейко показал и детали, раскрывающие образ города над Богом. Мне очень дорога фотография. Вот с изображением вы увидите надписи жечения, пожелания на кирпиче, который когда-то кто-то, скажем так, изготавливая кирпич, написал. Затем его обожгли и положили в ограду. То есть это просто какое-то чудо. Если кто-то рассчитывал на века оставить послание, доброе послание, то ему удалось. Его заметили. Вот эта фотография для меня, наверное, дорогая. В торжественном открытии экспозиции приняли участие вице-консул Генерального консульства Республики Польша Адам Лис, а также заместитель начальника Главного управления идеологической работы культуры и по делам молодежи Брестского облсполкома Сергей Панасюк. В своих выступлениях они поблагодарили автора и руководство музея за организацию экспозиции. Заведующий художественным музеем Василий Гуляев подчеркнул, что Брест стоит на пороге своего тысячелетия. И подобные мероприятия, связанные с историей областного центра, своего рода подготовка к юбилейному дню рождения. Буквально два дня назад в нашем музее закрылась выставка под символичным названием «Город нашей памяти». 40 работ брестских художников, которые передали нам в своих работах облик старого города. Ведь многое уже ушло, многое перестроено, реставрировано. И вот это как посыл в будущее нашим потомкам. А сегодняшняя выставка – это логическое продолжение темы нашего города. Фотовыставка Олега Малейко «Брестный береговский культур» продлится до 18 апреля. До этого дня каждый желающий может увидеть историческое лицо города, ощутить особую атмосферу межвоенного Бреста и влюбиться в него в очередной раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова